Здорово выступать уже в таком вот формате, когда полный зал людей смотрит. И среди проектов, которые прошли в финал, были и наши фавориты, за которых мы тоже очень болеем. Все проекты, я считаю, очень достойные, очень интересные и очень, в принципе, нужные как городу, так и университету. Давид Сарнов, который придумал радиовещание, всячески способствовал Николаю Заваликину, изобретателю телевизора. И однажды он спросил его, слушай, а сколько надо денег для того, чтобы превратить твое изобретение в телевещание? Тот подумал, сказал, ну миллионов 30, наверное, хватит. Сарнов втошел в сторону и сказал, это гениальный инженер и абсолютно никакой предпониматель. Тут дело пахнет десятками и сотнями миллиардов, что он, кстати, и совершил в 50-е годы. И мораль, не бойтесь больших расходов. Большие расходы могут и чаще всего приводят к большим доходам. Мы считаем, что мы сделали все для реализации нашего проекта. У нас есть готовые продукты, которые мы можем представить. Как бы дальше остается уже дело за заинтересованностью непосредственно зрителя. Я поздравляю нас всех, потому что молодое поколение заряжено на помощь другим людям. Это вот дорогого стоит. Мы представляем проект Baby Room, проект о детских комнатах в общеобразовательных учреждениях. Мы придумывали эту идею, исходя из того, что я точно такой же студент. И я сталкивалась с проблемой, когда мне некуда деть своего ребенка, а у меня экзамен или зачет, и вариантов не прийти у меня нет. И как бы брать академический отпуск, и я вот учусь много лет, 5,5 лет, соответственно, тоже заканчивать в 40 мне бы не хотелось. Действительно, очень интересно, и некоторые идеи вот прямо зажигают. И будем очень рады это сотрудничество продолжить и помочь всем, чем можем. Одно и всегда трудно. Главное, чтобы тебя окружали те люди, которые способны тебе помочь. И если мы предложим усилия, и если действительно будут те люди, которые нам сегодня предлагали свою помощь рядом, я думаю, что у нас все получится. В Москве одни из самых лучших студентов в России. И вот сейчас вот на этой сцене, да и в зале, я думаю, сидит та элита Москвы, все улыбаются, да, действительно, которая будет, может быть, работать в органах исполнительной власти, в государственных учреждениях, потому что не хочется терять кадры, которые выпускаются из московских вузов. Победителем финала конкурса студенческих инициатив становится проект «Прибуди разум в сердце столицы!» Победителем финала конкурса «Прибуди разум в сердце!» Субтитры сделал DimaTorzok